В этом видео я хочу рассказать вам про внутренний фильтр фирмы SunSan, модель HN102. Чем внутренний фильтр отличается от внешнего? Правильно, объемом фильтрующего материала. То есть, чем больше объем фильтрующего материала, тем лучше фильтрация в аквариуме и стабильнее параметры. Данная модель – это внутренний фильтр, который имеет максимальное количество фильтрующего материала. Ну, конечно, если сделать очень большой фильтр, то он займет очень много места в аквариуме, и это будет ни к чему. И этот фильтр тоже достаточно большой, сейчас мы его померяем. Но, как я уже сказал, в нем очень много фильтрующего материала. Данный фильтр имеет прокачку 350 литров в час и подходит для аквариума где-то от 50 до 100 литров. Также есть моделька чуть больше, то есть, характеристики будут подробные под видео по ссылке на нашем сайте. В общем, фильтр имеет вот такой дизайн. Черный, неприметный. Но достаточно крупный. Так, померяем его размеры. Получается где-то 19 на 8 и высота 27. Да, размеры крупные, но, как я уже сказал, много наполнителя. Снизу такие две штучки, непонятно для чего сделанные. А вода заходит через вот эти три отверстия, через четыре, сверху еще есть. Проходит через фильтрующий наполнитель сверху вниз, потом снизу вверх и выходит вот из этого отверстия. Выход воды сделать можно просто как такое вот сопло и направить в нужном направлении. Или можно сделать в виде флейты. Если вдруг вам не нужно сильное течение, его нужно разбить. То есть, вот такой уголок ставится. То есть, вы поворачиваете куда надо. И устанавливается флейта. То есть, флейту можно установить так, но, наверное, логичнее установить как-то вот так. А прямо установить флейту, наверное, не получится. Да, только при помощи уголка можно установить флейту. Также есть небольшая присосочка для этой флейты. Если она у вас где-то близко к стеклу получилась, то можно ее надежно зафиксировать. То есть, как вы видите, крышка легко снимается. Первый отсек – это отсек для нагревателя. То есть, сюда устанавливают нагреватель, ну, где-то до 100 Вт. Соответственно, если у вас аквариум до 100 литров, нагреватель ставится до 100 Вт. И его не видно, и он не мешается. И крышка, он, наверное, рассчитан для нагревателя фирмы SunSan. И здесь будет крутилка, вы можете регулировать температуру больше-меньше. То есть, видно будет и табло, и саму крутилку. У других моделей тоже можно без проблем ставить, но, чтобы регулировать, может, придется снимать вот эту крышечку. В принципе, поставить можно любой. А потом вода идет сверху вниз через крупнопористую губку. То есть, вот такая большая крупнопористая губка. Потом идут пластиковые биошары. И снизу идет керамика, как бионаполнитель. Керамики здесь много. То есть, она идет уже в сетчатой мешочке. То есть, вы снимаете пластиковый пакетик, промываете и засыпаете. В общем, большая губка, много керамики, биошары. Также вода идет снизу дальше. Качает всю воду вот такая помпочка. В принципе, работает тихо. Но также и перед помпой, и вот в этом отсеке есть еще одна губка. Ее, правда, не очень удобно доставать. Надо аккуратно просунуть руку. И вытащить. То есть, еще одна большая крупнопористая губка. То есть, вот во внутреннем фильтре столько много фильтрующего материала. Также есть вот такие крепежи. Но непонятно, для чего они нужны. И на фотографиях нет указаний. А, ну, в принципе, это получается как крепежи, если вы хотите как-то его повесить. То есть, он логически ставится просто на присоске, плотно к стеклу. И он нормально держится. Но такие крепежи, они как-то, наверное, крепятся к крышке. Да, то есть, просто, получается, вот эти два отверстия. Надо убрать присоски, снять. То есть, они без проблем снимаются, присосочки. Вы вставляете вот эти крепежи. А, наоборот. Ну, то есть, два с этой, с этой стороны. Одеваете крышку, и у вас, получается, вот такие петельки. В принципе, их можно как-то прицепить. Но, я не знаю, ну, логичнее, наверное, все-таки использовать присоски. В общем, такой интересный внутренний фильтр с огромным количеством фильтрующего материала. Так. Продолжение следует...